Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко. Сейчас хочу рассказать вам еще одну историю, которую написала мне зрительница канала. Добрый день. Расскажу свою историю о старой бабульке, которая когда-то была нашей соседкой по многоквартирному дому. И на моих глазах произошло настоящее волшебство. А дело было так. Моя мама была любительницей в баню ходить и там париться с веничком. А мне больше нравилось набрать ванну и купаться с игрушками. Мне было тогда лет 8, но мама меня заставляла ходить с ней в баню. Однажды в парной бане я оступилась и чуть было не упала. Удержалась на ногах, но сильно прижалась ногой к горяченной трубе, по которой подавался пар. На ноге сразу появился пузырь. Я опущу в рассказе все мои страдания, связанные с ожогом. Просто рана не только не заживала, но еще и гноится стала. Ходили к врачам, они прикладывали мне мази, делали перевязки, но ничего не помогало. Настал день, когда я не смогла из-за боли ходить. Я перестала ходить в школу. Отец меня на руках носил в больницу на перевязке, а рана на ноге стала глубокой и очень большой. В общем, врачи решили, что придется прибегнуть к оперативному вмешательству, иначе ногу не спасти. То есть отрезать ногу ребенку. И мама об этом поделилась с соседки из второго подъезда, которая спросила, почему я не могу ходить. И соседка маме посоветовала зайти к бабушке из второго подъезда и все ей рассказать. Мол, бабушка та умеет людей лечить молитвами. Мама к ней и пошла. Я лежала дома, мне было скучно и печально. Дети катались на коньках и санках, с горы на ледянках, а я даже в туалет не могла сходить самостоятельно. Представьте, как тяжело было ребенку. Пришла мама, а с ней и эта бабуся. Она была очень старая, волосы были совсем белые и были зачесаны гребешком. На плечах был накинут цветной платочек, в лицо покрывало сильная дрябь. Глаза были серого цвета и немного мутноватые, что тоже говорило о немалом возрасте бабушки. Она посмотрела мою рану и велела маме купить бутылку подсолнечного масла. Мама сходила в магазин, сняли пробку с бутылки, бабушка поднесла ее к своим губам и начала что-то нашептывать на масло. Потом стала этим маслом мазать мою рану. Я испуганно дернулась, ожидая боли, но боли не было. Бабуся мазала мне ногу, что-то очень тихо шептала и крестила мою рану. Мне, честно, приятно было ноге. Потом она оставила оставшееся масло и велела мазать рану еще два дня. Ничем не завязывать и не укрывать. А масло потом хранить в холодильнике, мол, пригодится еще. На утро я проснулась и мне не было больно. Я попробовала встать, получилось, ура! И я пошла сама ходить по квартире потихоньку, но пошла. Рана стала гораздо меньше и лучше. А на следующий день рана совсем стянулась и стала похожа на сморщенное яблоко. На третий день на месте раны была очень тоненькая кожица розового цвета. И все. Я стала проситься уже погулять, но мама в тот день меня не отпустила. А вот в школу я пошла уже на четвертый день после начала лечения. От раны не осталось и следа. И даже точно не помню, на какой ноге она была. Хотя помню, извините, на правой. Прошло много лет. У меня появился брат и даже вырос большим. И однажды ему пришлось чинить кран с очень горячей водой, который невозможно было перекрыть и не обжечься. Он получил ожоги второй и третьей степени, но сразу достали заветное маслице и на утро все прошло. Масло помогало и через много-много лет. Его хранили очень долго. Вот такая интересная и необычная история про бабушку-соседку, которую я даже не знаю, как звали. Но она моя спасительница. Что тут можно сказать от себя? Во-первых, большое спасибо за такую интересную историю. Можно относиться к такой информации по-разному. Но я рассказывал, что у меня тоже были случаи, ну, скажем так, не совсем обычного излечения и, мягко говоря, нестандартными средствами. То есть, что-то в этом есть. Ну, а верить или нет, я считаю, дело каждого. В любом случае, спасибо таким людям, которые помогают. Без них, конечно, было бы совсем тяжело. Потому что не всегда врачи оказываются в нужном месте, в нужное время и принимают правильные решения. Мне довелось в свое время побывать и в клинической смерти. То есть, я много чего повидал на медицинские темы. Об этом я как-то рассказывал. Поэтому давайте относиться к этому серьезному. Ну, и, конечно, в конце пожелаю всем не болеть. А если болеть, то легко выздоравливать. Всем всего самого доброго. До свидания.